Город будущего Вот здесь, с этого балкона, можно увидеть город будущего, сказала она, и провела рукой по горизонту. И это было неплохо, подумал я, потому что действительно, вид был хороший, река, открытые дали и островки, не поймешь чего, маленький рощец, вот как это можно было бы назвать. А я не хотел ехать сюда, тащиться на окраину города, но теперь я не жалел. Обычно за приятной женщиной можно уехать черт знает куда. И большую часть жизни я так и провел. И каждый раз местность казалась прекрасной, потому что все кажется прекрасным рядом с женщиной, когда твое ее будущее неведомо. Но в данном случае я еще никогда не видел такого красивого виды, и река, и дали, и вечерящее небо. Но здесь и без всякого города хорошо, сказал я. Красивый вид? Очень красивый. Я так и знал, что вам понравится. Потом еще можно будет пойти погулять. После вашего миража? Да, после этого. Оно начнется в восемь и будет продолжаться ровно три минуты. Это очень мало. Сейчас принесу студию. Да что вы, рано еще? Еще целый час? А вы можете посмотреть библиотеку нашу или поиграть на пианино. Я потом вас позову. Я помог ей поставить стулья. В этот момент ко мне внутрь как будто подул ледяной ветер. Я подумал, что в ней есть что-то болезненное. Уже само слово какое-то ненормальное. Миражи. Но книги я полистал нехотя и пианино потрогал с неприязнью. Все было безвкусно из-за того, что во мне стало расти раздражение. Я успокоился только на балконе. Сидя на стуле, я любовался далями и попутно начал расследование. А как давно вы заинтересовались миражами? Спросила я. С детства, наверное, отвечала она. Ну, все ясно. Улыбнулся я мрачно про себя и стал искать следы болезненности в ее лице, в ее шее и руках. Она на меня не смотрела, и ничто мне не мешало ее разглядывать. Крепотливо и с пристрастием. Ну да, думал я. Эти морщины на ее шее и шероховатые руки. Все это следы болезни. Организм истощен. Так как сознание работает на этот бред. Ну что же, хоть бред оригинальной миражи. Об этом я еще никогда не слыхал. А вы только в реальности видите миражи? Или это бывает с вами и во сне? Нет, и во сне тоже. Но вы не бойтесь меня. Я совершенно нормальный человек. Во всяком случае, во всем остальном. Очень мило, подумал я, обонзая свой взгляд наподобие сверла, светлеющей реку у противоположного берега. Кому нужны эти губы, руки и глаза, если внутри все обречено на призывание. Как же это я раньше не заметил, как это меня не насторожило, что она все время говорит об одном и том же. А что-нибудь еще вас интересует, кроме этого? Спросил я уже почти нехотя. Но вы сами меня об этом стали расспрашивать. Я думал, что вам это интересно. Это, конечно, интересно. Я уже забыл, как это вы объясняете. Ах, да, вы сказали. Окружающий мир не имеет начала и конца. Его непрерывность предполагает одновременно существование и прошлого, и будущего. Смотрите туда, около заходящих лучей. Видите? Нет, сказал я, обшаривая все небо. Около солнца начинается бледное чертанье. Видите? Нет, сказал я. Ну как же, вон башни, две башни. М? Видите? Наконец я увидел, что один из лучей как-то и неестественно изогнут, и действительно, оказывается, это был город. Я закрыл пальцем солнце, которое еще слепило, хотя оставался совсем маленький краешек. И я уже видел без помех окна. Мне хотелось оторваться от разградывания окон и посмотреть на город. Но глаза как-то судорожно вцепились именно в окна. Я понял, что я не могу управлять сам собой. И перестал бороться со своими глазами. Они судорожно ощупывали окна и пытались их, вероятно, распахнуть или найти уже открытое окно. Наконец мне удалось понять и всю панораму. Родилось ощущение, что каждый дом похож на ласточкины гнезда. То есть окна, оказывается, не шли ровными линиями. Да и дома были выпуклыми. И не было крыш. Это все были сплошные окна. Наверное, на балконы и вообще... Вообще все зрелище было какое-то магическое. Хотелось быть другим кем-то. Мне хотелось покинуть свое тело и свое сознание и стать... ...каким-то добрым и счастливым. Счастливым. Эх, хотелось мечтать. Все, сказала она. Действительно. На небе больше ничего не было. Город исчез внезапно. Небо светилось довольно ярко еще в том месте, где он исчез. Где-то там, за краем земли, оно еще светило, ярко, кому-то. Там заканчивался день, а у нас уже был вечер. Мягкий и ровный, кроме того места, где зашло солнце. Но и хотелось быть сдержанным, что ли. Я никому об этом не рассказывал. Счастливым. 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 Продолжение следует...